Я тебе скажу, я цепляюсь сразу. Ну ты что смотришься? Смотри, посмотри, как мы стильно смотримся, не сговариваясь. У меня вот такая желтенькая какая-то, коричневенькая гамма, а у тебя такая розовенькая. Ну у меня еще такой, понимаешь, молодежный нео-тренд, а я была у тебя в гостях, Макс, у тебя там все уже по-взрослому. Там видно, что сейчас со статусом, с опытом и как-то... Конечно, я не помню, сырье вот так. Вот, вот, канделябра. А канделябр опираю. Вот, а я об кружку с кофе. Так что, ну ничего, мы заработаем тоже, поживем, концерты подаем. Ну ты понимаешь, что надо как-то переосмыслять ситуацию, надо думать, как, что делать в кофе. Ты имеешь в виду с коронавирусом или с... Ну я имею в виду, да, с изменившимся миром, потому что я, например, пессимист, мне кажется, это надолго. Я тоже думаю, что это надолго, но смотри, здесь вот есть приятность такая, забавность, да, то, что говорят, что планета становится чище, там типа в Венецию вернулась рыба, там приплыли дельфины. Я думаю, что во многом действительно планета выдохнула, потому что, ну, встало там где-то производство, и машины там не ездят, люди там не ходят. Ну, наверное, с экологической точки зрения может быть, но ты же понимаешь, насколько это кратковременно, как только это все прекратится. Вот, вот, абсолютно верно. И как бы тут, конечно, очень хочется уповать на человеческую мудрость, что, типа, то, что к нам прибыло, чтобы они как-то это сберегли, сохранили, я не знаю. Но хотя, с другой стороны, короче, Макс, непонятно, непонятно. Ты, гречка, и запасся, скажи мне? Я, да. Правда, запасся? Ну, ты знаешь, у нас все время какие-то запасы, мы все время чем-то запасаемся, это когда большой дом, и... Ну, правильно. Нет, дело в том, что все равно, понимаешь, дело в том, что все равно ты же не можешь запастись навечно, поэтому... Все? Это условно. Мне кажется, когда телефон устает нас слушать, он такой, просто потеряет сознание. Да, я не знаю, что это... Ну, по-моему, от твоей. Да, от твоей. А ты сейчас, это, ты с фильтром, или ты такая красивая? Ну, конечно, без фильтра, побойся бога, Макс, я тебя умоляю. Ты что, я тут хорошо и с каждым днем. Это природная красота, я понял. Да. Ну, за свое здоровье. Да, Макс, и за твое здоровье, за здоровье всех наших зрителей. Да. Ну, а скажи, пожалуйста, а супруг твой тоже в карантине? Конечно, я его никуда не пускаю. Ага. Сидит. И все. А что ему еще остается? Ну, там... Ты понимаешь, что это серьезное, вот, мы уже с Аллой обсуждали, даже не в связи с нами, а в связи с нашими многими знакомыми, что это серьезное испытание семейной жизни. Сто процентов. Кстати, поговорим об этом. Да. Почему еще очень важно иметь дом и копить на дом? Поскольку у тебя есть большое пространство, вы, благополучненько, можете разойтись по разным комнатам, заниматься своим любимым делом, потому что, конечно, когда пара там семейная живет в однокомнатной квартире и сбежать друг от друга некуда, это, конечно, проблема. А когда у меня есть неоновый, как бы, да, розовый кабинет с Винчиком и с Максимом Галкиным, а у Леши там студия внизу, то это прекрасно спасает наш брак. Но он не против, что мы с тобой коннектимся вот так в эфире? Ты что, он только рад. Да? Он только рад. Конечно, он рад, что у меня появляются новые друзья, что я с кем... Ну, типа, понимаешь, Макс Галкин. Здравствуйте. Вот. Точка. Я понял, да. Нет, а как вы с Аллой Борисовной там вот поживаете? Расскажи мне, как вы. Хорошо. Хорошо. Я ей, кстати, сказал, что я примерно в это время буду с тобой говорить, вот, ну, чтобы она не удивилась, что я с тобой... А она не ревнует тебя? А? Не ревнует? Она очень мне доверяет. Все, хорошо. Да. Ну, славно. Да. Алл Борисовна, если смотрите этот эфир, я смотрю. Все, так сказать, ну, как обычно это бывает у людей. Дети сейчас смотрят фильм, я им ставлю в кинотеатре фильмы разные. Сейчас смотрят «Золотой компас». Я знаю «Золотой атлас», «Голубой атлас». «Небесный атлас» – это взрослый фильм, а это «Золотой компас». Компас такой фэнтези семейного просмотра. Принято. Вот, так что у нас... Через день у нас просмотры. Все, да. Держимся. Ну, тут скользко. Скажи, а вот ты, а как с подружками ты общаешься? Ну, с Коваль, ты общаешься со своей? Я думаю, что ей сейчас стало очень приятно, что ты вспомнила о ее существовании. Конечно, общаюсь, она тоже сидит на карантине, мы здесь рядышком с ней живем, и поэтому это не человек, которого я вообще допускаю к себе в дом. Она заходит, я сразу стелеризую ей руки, мою ее, она снимает. Ты имеешь в виду температуру? А? Да, меряем температуру, да, сжигаем вещи. У нас какие-то арабские зрители тут подключились, интересно. Да, мы, кстати, вообще не читаем, кто нам что пишет, но... Да, мы увлеклись, но это нормально. Ну, с другой стороны, может, им интересно просто послушать. Это правда. Мы можем поотвечать на какие-то вопросы, но на самом деле сейчас начнут такие вопросы, что... Ты же понимаешь. Я понимаю, вот. Поэтому какая-то такая история, вот. Вот, но у вас хорошо чем? Территория большая, вышли, прогулялись. Да. Как там местные у вас в деревне живут? Расскажи мне. У тебя деревня с интереснейшим названием. Грязь. Сейчас в период вируса, как обстоят дела в грязи? В период мощнейшей стерилизации, понимаешь? Все спокойно. В грязи все спокойно. У нас как-то люди спокойные. Плотность населения у нас невысокая. Так. Вот. Ну, не знаю. Просто, во-первых, я терпела...